Мы уже пообщались с этим человеком и составили своё представление о нём. Если вы спросите, как можно характеризовать его одним словом, то ответ будет «это человек-улыбка». У него есть собственная спортивная команда. Есть самый строгий в мире болельщик. Он умеет гадких утят превращать в белых лебедей. Он много работал и в один прекрасный момент проснулся знаменитым. «Почему ему посвящена целая передача?» – спросите вы. Отвечаем. Потому что он, старший тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, Геннадий Николаевич Галицкий, стал обладателем премии Гомельского облсполкома «Человек-года». Как тонко подмечено. Призвание. В чём же оно? Призвание Геннадия Галицкого. Всё своё детство, отрочество и юность мазырянин Геннадий Галицкий был очень активным и увлечённым. Буквально разрывался на части, чтобы и в дворовом музыкальном ансамбле поиграть, и на секцию гребли сбегать, и футбол погонять. В долгих поисках он нашёл таки то, чем живёт и сегодня. Образование практически у нас выбора такого большого не стояло. То есть все ребята, мои друзья, гребцы. У нас был один этот институт мозырский, педагогический, к которому мы поступали и дальше там занимались любимым делом гребли. После окончания института работал учителем в посёлке Фаниполь под Минском. А дальше армия. За три дня до отправки в которую Геннадий Галицкий совершенно случайно попал на тренировку к своему другу, тренеру по гребле. Был май месяц, как сейчас помню, прекрасный весенний день, светило солнце. Мы с ним сели в катер, так как сегодня вы со мной ездили. И вот проехали с ним тренировку. Он работал, я со стороны смотрел, и у меня в сердце буквально кольнуло. А ведь это же моё, я так хочу работать так же. С этой минуты он точно знал, вернувшись из армии, будет работать тренером. Так и вышло. Место тренера ждало его в родном микрорайоне. Те смутные и весёлые, как говорит Геннадий Галицкий, 90-е годы, когда его друзья ударились в бизнес, в челнечной поездке в Польшу, он вместе со своим коллегой Владимиром Васько все основное время уделял тренерской работе. Появились перспективные спортсмены. Возможно, благодаря им Геннадия Галицкого заметил главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каное Владимир Шантарович. В конце 2004 года, после Олимпиады в Афинах, предложил мне работать с ним вместе. Ну вот с тех пор, можно сказать, жизнь моя круто изменилась. Эта уже работа была немножко незнакомая мне. Я как спортсмен не достиг особых успехов в спорте. И поэтому, да, опять учеба, учеба и учеба, прежде всего, самостоятельная. Также бок о бок работали практически, наверное, 4 года мы с Владимиром Владимировичем, перенимал его опыт. Ну и затем уже собственные идеи, которые я наработал еще в том детском спорте, я их начал переносить в свою нынешнюю работу. И в 2010 году уже Владимир Владимирович мне предложил, значит, этот пост старшего тренера женской сборной, которая к тому моменту, конечно, да, я не скажу, что она находилась в плачевной ситуации, но особых достижений у нее не было. Конечно же, было немножко страшновато браться за этот фронт работы. Он подбодрил главный тренер, он сказал, что работай, и в один момент ты можешь проснуться знаменитым. В команду стали приходить спортсменки, которые на тот момент добились определенных успехов в юношеском спорте. По словам Геннадия Галицкого, буквально за год из гадких утят они превратились в белых лебедей. Если в 2010 году мы были только 14-ми на чемпионате мира, то уже на следующий год, в 2011 году, мы стали чемпионами Европы в байдарке четверки, выиграли несколько этапов Кубка мира, третьими заехали на чемпионате мира в Сеете, и уже с хорошими такими надеждами заходили в этот олимпийский год 2012 в Лондон. Захват поясницы, захват поясницы, вот так, да, захват поясницы. Самое главное в тренерской работе именно эта связка. Тренер-спортсмен, есть талантливый спортсмен, есть тренер с хорошими новаторскими идеями, и он может эти идеи воплощать в жизнь с помощью своего спортсмена. А их у меня, я скажу, шесть таких спортсменов, которые вот на данный момент практически я любую свою идею могу перевоплотить в жизнь с помощью их. Он замечательный тренер, замечательный человек, и таких, возможно, как он, нет вообще в этом мире. Он умеет выслушать, помочь, добрым словом. Я ему просто безмерно благодарна за то, что он у нас есть. Представляю, каково ему тяжело, когда вокруг столько девочек, у каждого свои проблемы. А может, девочки же сами по себе такие вот, ну, девочки капризные. Поэтому ему нужно памятник ставить, что он с нами работает. Напоминаю, завершающий отрезок выдать все, что возможно. После отрезка берем пульс. Внимание! Родители Геннадия Николаевича воспитывали его больше пряником, нежели кнутом. Эти же принципы он сейчас притворяет в жизнь в своей команде. Вот так хорошо от себя, да, от себя. В предыдущие четыре года их можно и рассматривать как подготовку к Рио. Мои спортсменки зрелые, состоявшие все. Они готовы самореализовать себя. Они готовы стать на старт и показать свой максимум. Хватит ли этого максимума для завоевания? Посмотрим. Конечно же, нельзя не сказать и о самом главном в жизни Геннадия Галицкого – его любимой семье. Свою будущую супругу он повстречал почти 30 лет назад в оздоровительном лагере. Среди пионер-важатых, да, вот бегала такая девчонка невысокого роста, ладно, скроенная, да, которая запала мне в душу. Я почувствовал, что я влюбился. Это была моя любимая супруга Ниночка. Я очень счастлив, что этот человек идет со мной уже столько лет по жизни, что мы живем душа в душе. У нас два замечательных плода любви нашей, скажем так. Это дочь Даша, которая родилась в 90-м году. Сейчас она проживает в Минске, находится в декретном отпуске. Моя самая большая радость последнего времени – это мой внук Федор. У меня замечательный зять, еще один член нашей семьи, Роман. Ну и сын Александр, который в настоящее время проходит службу в армии, он тоже занимается греблей. О папе Николая Игнатьевича у Геннадия Галецкого остались самые теплые воспоминания. Он всегда был сыну примером для подражания. Главные болельщики, самый строгий судья Геннадия Николаевича – это его мама Мария Васильевна. Настоящая же опора в его жизни – брат Юрий. Когда Геннадий Галецкий уезжает по работе, а в отъезде он 9 месяцев в году, то всегда может положиться на своего брата, которому бесконечно благодарен за помощь и поддержку. Самое ценное в нашей жизни – это, наверное, семья. Делать счастливыми тех людей, которые тебя окружают. Геннадий Галецкий не проводит отпуск у моря. В его жизни предостаточно Марии и Океанов по работе. Он любит отдыхать в кругу своей семьи. Нравится гостить у любимых тещей и тестя в Донской казачьей станице под Волгоградом. Переключаться полностью, уходить с головой в деревенскую жизнь, общаться с любимыми тестем, тещей. Ну, в принципе, вот, да. И, естественно, это новые планы всегда. Новый год уже начинается у нас буквально сразу после отпуска. Новая работа, новые идеи приходят в отпуске. Поэтому всегда рядом тетрадка, ручка. Три года назад женская сборная погребли на байдарках и каное открыла для себя тренировочную базу в Гомеле. С тех пор, когда тренер спрашивает у спортсменок, где они предпочитают тренироваться, те единогласно отвечают – Гомель и только Гомель. Здесь действительно для нас созданы все условия, начиная с базы ШВСМ, где мы работаем, и где для нас созданы все условия. Закуплены все тренажеры. Акватория реки Сор замечательная. То есть есть разнообразие. Это очень важно в этой монотонной спортивной работе. Какое-то разнообразие спортсменам делать. Плюс гостиница, где мы живем, турист, где нам тоже идут буквально навстречу всех наших пожеланиях. Хороший, замечательный бассейн водных видов спорта. Сам город компактный, очень красивый. Сама обстановка такая эмоциональная, очень хорошая. Сборная Беларуси по гребе на байдарках и каное ежедневно работает по 6 часов. За один тренировочный день проплывает 35-40 километров. В год – 4,5 тысячи. Они побывали в разных концах земного шара. Видели много красивого и интересного. Но, возвращаясь в Беларусь, Геннадий Галецкий снова и снова приходит к одному и тому же заключению. Я могу сказать одно, что прекрасней нашей страны в этом мире нет. Поэтому настолько приятно всегда вернуться в нашу страну. Настолько приятно видеть наших людей добрых, открытых. Хочется пожелать нам только мирного неба над головой, мирных решений всех наших проблем. Ну и упорство, наверное, в достижении целей, которые каждый человек должен ставить перед собой. Редактор субтитров А.Семкин